Владимир Зеленский приехал в город Бахмут Донецкой области. Президент Украины посетил регион, где идут, пожалуй, самые ожесточенные бои с российскими оккупантами. Визит этот заранее не анонсировался, об этом рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Известно, что глава украинского государства пообщался с военными, которые держат оборону в одной из самых горячих точек фронта, и наградил украинских воинов. Президент также посетил передовые позиции одной из механизированных бригад, личный состав которой противостоит российским оккупантам на подступах к городу, и заслушал доклад командира об оперативной обстановке, материально-техническом обеспечении и предложениях по дальнейшим действиям. Договоренности Израиля с Россией в области безопасности создают ограничения, которые невозможно переступить. Так посол Израиля в Украине Михаил Бродский объяснил в Вашингтон-Пост сдержанный подход своей страны к оказанию помощи Украине. Издание отмечает, что Кремль разрешает ВВС Израиля наносить удары по иранским поставкам оружия с использованием воздушного пространства Сирии, которое находится под контролем России. Израиль считает уничтожение этих вооружений критически важным для своей национальной обороны. Бродский подчеркивает, что ни одно правительство Израиля не рискнет ставить под угрозу эту договоренность ради любой третьей страны, включая Украину. И сейчас к нашему прямому эфиру присоединяется главный раввин Украины из Киева, Маше Реувен Асман. Раби Асман, приветствуем вас в эфире «Фридома». Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Раби Асман, в эти дни иудеи по всему миру отмечают праздник огней, хануку. 18 декабря в разных городах Украины зажгли центральные хануки. Этот праздник символизирует победу, добра над злом и света над тьмой. И вот в эти дни это как никогда актуально, правда ведь? Конечно, конечно. Это подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский в своем послании евреям. Как раз он намекнул на том, что ситуация очень похожа. Дело в том, что много лет назад, тогда 2000 лет назад, когда маленький отряд, Маковеев, невооруженный, не знающий военного дела, победил самую могущественную и самовооруженную обученную армию того времени, греческую армию. И точно так же сейчас в Украине, так сказать, украинский народ побеждает одну из самых сильных, которые считали, как она сильна, армию и вооруженных, армию нашего времени. И я все время повторяю, говорю, что преимущество света в том, что немножко света побеждает много тьмы, потому что свет входит в темную комнату, а сейчас это очень актуально, потому что они пытаются Украину сделать темно, бьют по инфраструктуре, чтобы не было света, не было тепла. А мы, наоборот, должны распространять свет, немножко света всю комнату озаряет светом. И точно так же тепло, теплота нашего сердца, даешь немножко тепла, и людям становится тепло. Поэтому этим мы занимаемся. И я уверен, что Украина переможет, победит именно благодаря тому, что она на стороне света. Да, Рави Асман, последний раз мы с вами общались, и вы были в нашем эфире, когда пребывали в Израиле с визитом, вы встречались с журналистами и чиновниками, просили помощи для Украины. Можете рассказать, есть ли результаты той поездки? Ну, конечно, есть результаты. Я надеюсь, что если... Давайте так я осторожно скажу. По сравнению с тем, что это было предыдущее израильское правительство, оно, ну, не в той, не в достаточной форме, когда помогало Украине, что требовалось Украине. Заем это так помогало чем-то, но это было, конечно, недостаточно. И я приложил все, что я мог, и с моими друзьями, я две недели до выборов был в Израиле, и встречался тогда три раза с Бениамина Таня, он нынешним избранным премьер-министром, и тогда вот со мной на второй встрече он первый раз, так сказать, дал интервью, и дал свое заявление, сделал по Украине, что когда он станет премьером, он приложит все свое опыт, будем догрыть его вес, чтобы прекратить трагедию украинского народа. А это значит на политическом языке, что он сказал, что я, ну, как бы, начну что-то делать. А это значит, что я ему рассказал все, что здесь происходит из первых уст, я ему объяснил, насколько это важно, объяснил, более того, я ему объяснил, что ситуация даже изменилась. Вот то, что вы говорили до этого, что посол Израиля объяснил, почему Израиль осторожно помогает Украине, потому что, ну, из-за того, что Россия шандажирует его в Сирии, я не политик, я не военный эксперт, я просто скажу, как я это вижу, я просто пытался донести, что, смотрите, на сегодняшний день иранские дроны летают здесь, в Украине, и они, так сказать, проверяют, апгрейдивают, и готовят эти же иранские дроны послать потом на Израиль, потому что Иран – это государство, террорист, которое открыто объявило о желании уничтожить еврейское государство, Израиль. И Россия платит Ирану, несомненно, насколько я слышал, там, какими-то ядерными технологиями, специалистами, то же самое, которое жизненно, тому же Израиле – это жизненно опасно. И поэтому я посоветовал им просто пересмотреть доктрину, и как бы вообще не обязательно России быть в Сирии, я не знаю, что она там делает на границе с Израилем. Вот, и я думаю, что я беседовал не только с Минементом, но и с руководителями партии, которые войдут сейчас в новую коалицию, и с многими членами КНЕСЭТа, которые сейчас станут министрами. Во всяком случае, мне кажется, что я им приоткрыл глаза, и я надеюсь, что ситуация изменится. И единственное, что нанесло урон – это голосование Украины в ООН против Израиля. Непонятное голосование, до сих пор непонятно, почему это сделано. Там два раза голосовали, даже три. И по таким пунктам, которые просто против Израиля и как бы против Украины автоматически. Потому что там, я уже несколько раз объяснял, в чем это было. Ну, например, последнее голосование, там мало кто знает, голосовали за то, чтобы в Москве провести конференцию по израильской, палестинской проблеме. И как бы и Украина голосовала тоже за это. Ну, какие-то непонятные вещи. И посол Украины в Израиле, когда я его спросил, он официально ответил, что почему голосовали против Израиля. Он написал, что мы голосовали так с 49-го года, то есть со сталинского времени. Я надеюсь, я это обращаюсь ко всем, встречаюсь с политиками. И я объясняю, что вот сейчас, на следующей неделе, точно еще неизвестно, когда будет голосование Генеральной Ассамблеи, очень важно для Израиля, для голосования очень чувствительное. И очень важно, чтобы Украина не поменяла свою позицию, как по 49-го года позицию. Вот это иначе, так сказать, к сожалению, это может подорвать все наши усилия. А поверьте мне, так сказать, Израиль много может дать Украине. И мы сделали, не только я, мы сделали, мои друзья, сделали очень много, чтобы поменять ситуацию. Да, стоит, наверное, отметить, что сейчас уже Израиль помогает активно к гуманитарной помощи. И неоднократно за эти месяцы полномасштабного вторжения эта помощь передавалась Украине. Раби Асман, скажите, пожалуйста, в нашем последнем эфире вы говорили так осторожно тоже о некой договоренности с израильскими медиками о лечении украинских военных на территории Израиля. Скажите, каковы результаты? Значит, вот-вот должны быть результаты. Не только с медиками. Там, понимаете, договорились там с больницами, с израильскими. А это же все, они там больницы частные. Нужно будет финансирование. Сейчас уже вроде бы даже есть финансирование. Сейчас последние бюрократические вопросы решаются. Я надеюсь, что в самое ближайшее время откроется довольно-таки большое-большое... Ну, я никогда не люблю говорить, пока это не сделано. Но я думаю, что вы услышите и узнаете в самое ближайшее время. Это тоже еще одна вещь, чтобы лечить украинских раненых. Это наша большая мицва, наша большая заповедь. И я считаю, что Израиль должен внести в это большую свою лепту. Раби Асман, после поездки, тоже мы ее обсуждали, в вашей гуманитарной миссии в Херсон. Где вы еще побывали? Или планируете побывать? Значит, смотрите, во-первых, после... Я не помню тогда, видите, вы лучше меня помните, что я тогда сказал. Я тогда, после поездки или после нескольких дней после поездки... Потому что когда я приехал, я встречался там с губернатором, и нам дали 5 или 6 листов, где было записано, что требуется в Херсоне. Я на следующий день уже от Асламы купил лично. Купил там вышку, которая для подчинения проводов 22-метровую. И через день она уже была в Херсоне. Сейчас она там, надеюсь, работает. И поехал в магазин, мы купили все прямо по этому списку, то, что смогли, загрузили. Мы тогда отправили две фуры, не фуры, а как сказать, ну, два трака таких с компьютерами, там 80 или 90 компьютеров мы передали, купили для администрации, потому что российские войска там украли, ну, как нам объяснили, украли все, там и общественную, коммунальную собственность, технику. Машины скорой помощи вывозили тоже при позорном побеге? Ну, да, там много чего даже. Мы же видели, что было в Бучче-Верпене, что они там выносили, это в Херсоне тоже. И мы тогда инструменты купили, я тогда купил там 10 сварочных аппаратов. То есть все, что просили, мы загрузили и тоже еду, машину с едой, и мы отправили это в Херсон. И после этого мы не только в Херсон, то есть помогаем разных небольших. Есть многие места, которые неизвестные, о которых не говорят каждый день, всякие деревни. Вот я, например, по дороге в Херсон просто обратил внимание и ехал, а там по дороге все деревни разрушены. Просто не деревни, а по дороге стоят дома, 100% там разрушение, там по дороге с Николаевым в Херсон. То есть многие нуждаются. На прошлой неделе, кстати, мы отправили в Николаевскую администрацию, там обл. администрацию, мы отправили оборудование с Израиля. К нам пришло специально сделанное для Украины. Брали, дело в том, что в Израиле эти, я даже это не видел, я видел это в большей коробке, я не видел какое-то конкретное оборудование. Это израильское какое-то ноу-хау, которое позволяет, сколько там, каждый из них, 400 литров в час воды производить, очищать местную воду. Там вода очень плохая на юге Украины. Его брали образцы воды и специально под Украину сделали это оборудование. Они его сейчас должны сертифицировать и сразу установить. Это очень-очень большая проблема. Я считаю, что это поможет очень хорошо. Мы уже заказали дополнительное оборудование. Также мы, ну, понятны, генераторами раздали все, что у нас было. И сегодня мы еще планируем, ну, знаете, то, что сейчас происходит. Я был сейчас, кроме того, что был в Израиле, я был в Лондоне на большом мероприятии. Я объяснял там и в СМИ, я в Израиле, наверное, дал 15 израильским каналам и мировым, и потом в Лондоне дал интервью. Я бы объяснял, что сейчас в Украине зима. Эти, так сказать, варвары бьют по инфраструктуре для того, чтобы просто людей заморозить, оставить без... Я уже сказал, сегодня я говорил уже по израильскому радио, говорил с утра, что у нас минус 4 в Киеве, и во многих местах нету света, на многих местах нету тепла. И это просто, так сказать, это катастрофически опасно для жизни людей. Поэтому просил Запад, и вообще не только Запад, всех людей доброй воли, увеличить, не остывать к Украине, наоборот, увеличить помощь генераторами, пауэрбанками, теплой одеждой, там, одеялами. Но всем, чем можно. Да. Вот поэтому. Раби Асман, вы знаете, вот у нас сегодня на протяжении всего дня титр висит «300-й день войны». Вспоминается событие марта. Мы помним, вы тоже записывали эмоциональное тогда обращение к россиянам и к евреям России с призывом остановить эту войну. Вот если бы сейчас вы записывали к ним это обращение, в тот день, по сути, уже 10-й месяц войны заканчивается, что бы вы сказали? Или обращаться бесполезно? Вы знаете, обращаться надо всегда, я считаю. И вот, кстати, ваш канал, который на русском языке, я считаю, очень важно, что он на русском языке, потому что идет пропаганда лжи, так сказать, из России на весь мир. И вы знаете, я бы сказал, но я тогда, это я не думал, что сказал. Я сказал то, что у меня было на сердце. Сказано, что слова, исходящие от сердца, входят в другое сердце. Я бы то же самое не мог бы сказать, но я бы, в принципе, это актуальные стали слова. Дело в том, что эти слова, они таки вошли, миллионы, десятки миллионов людей, по мои сведения, просмотрели это видео и перевели это на различные языки. И очень было людям, не только в России, это по всему миру запало. Почему? Потому что это был крик души, потому что действительно я был со своими тогда внуками маленькими, с многими людьми, многих детей были малюсенькие рядом с нами. Мы не знали тогда, останемся ли мы тогда живыми. И смотрите, сегодня война продолжается, трехсотый день, Украина выстояла. Украина, естественно, она побеждает, и она победит. Но, смотрите, враг же не внушается ничем. То есть смотрите, что они делают. Я тогда в том виде, как раз в том обращении, начал с Ленинградской блокады, когда мой отец, маленький мальчик, прошел эту всю блокаду и рассказывал мне лично про страшные вещи, то, что творили немецкие фашисты, как они морили людей голодом и холодом. И что они делают? Они бьют по инфраструктуре сейчас, когда видишь, что не могут победить на фронте. Они бьют по инфраструктуре для того, чтобы сделать практически здесь происходит то, что в Ленинградскую блокаду. То есть чтобы людей заморозить, чтобы лишить воды, воды, еды, холодом, лишить связи, лишить всего. То есть фактически это блокада. Сделать блокаду не на один город Ленинграда, как это было тогда, а на всю Украину. И поэтому это военное преступление. Это просто преступление против человечества. То, что они делают. И я, это мое обращение остается актуальным и сейчас. И если это один человек услышит, это уже важно. Поэтому нужно всегда обращаться. И нужно перевернуть мнение людей, чтобы сердце их открылось. У кого есть сердце, оно должно открыться. И поэтому даже у кого каменное сердце, оно, так сказать, как говорит пророк, «Заберу от вас каменное сердце и дам мне вам сердце человеческое». Дай Бог, чтобы люди исправились. Рабио Асман, спасибо вам большое за вашу позицию, за помощь тем, кто нуждается. Машера Увен Асман, главный раввин Украины и Киева, был с нами в эфире «Фридема». До свидания. Счастливо, всего доброго. Спасибо.